Добрый вечер, добрый вечер, мои хорошие, добрый вечер, мои любимые, зрители, подписчики. Там глазом одним, одним только глазом пробежалась по комментариям. Там 50 на 50, кто верит в мужскую дружбу, кто не верит. Девочки, эту тему я поднимать не буду, я вам хочу пожаловаться. У моей маман кашель. У моей маман кашель уже три дня. Вот как мне уходить домой, она аж задыхается от кашля. Ну, Лена говорит, все это сердечное, это сердечное. Ну, вчера я ушла домой, половина двенадцатого. Она кашляет и кашляет, аж до рвот. Вот кашляет, прям аж давится рвотами. Ну, сегодня вызвали врача. Пришла девушка такая, лет под тридцать. Говорит, я у вас уже была, я вас знаю. Послушала ее, долго ее слушала. И говорит, что у нее венозный застой. Выписала ей ацетилцистеин. Ацетилцистеин. Такие порошочки пить по одному порошочку два раза в день. Разбавлять в полстаканчика водички ацетилцистеин. Вот. И пить два раза в день. И выписала ей вот такую вот мочегоночку. Индалонг. Ну и все. Я прихожу в четыре часа. Моя баба кашляет и кашляет. Лена говорит, у нее не кашляла. У меня в четыре часа кашляет и кашляет. Кашляет и кашляет. И вот тут вот в грудине. Вот. Такой свист. Свист, сип, как из трубы. Я говорю, что ты кашляешь на нее? Она говорит, мне... Он кашляет. Она говорит, мне вот здесь вот чешется. Это как вот я сейчас прошлась по свежему воздуху. И мне тут чешется. Вот здесь вот. Она говорит, мне тут чешется. Я начала лень и тарабанить. Я говорю, Лена, как хочешь, я завтра вызываю опять врача на дом. Пусть придет другая врач. Пусть выпишет бронхолитин какую-нибудь с микстуру. Или баладекс с микстуру. Вот. Ну, а сегодня хочу заняться самолечением. Хочу ей дать вот такие вот таблеточки от кашляет. Как советовала мне моя зрительница. Нина, Ниночка из Москвы или из Москвы, советовала мне таблеточки от кашля. И принесла я одну пластиночку эуфилина. Эуфилина. Эуфилин, ну, я думаю, вы знаете, оно для легкости дыхания. Оно расширяет сосуды для легкости дыхания. Я когда с маленькой Ириной лежала с астмой в больнице, так маленьким деткам даже ходили, жидкий эуфилинчик с ложечки давали пить. Вот. Я вот не знаю, тут эуфилин 150 написано. Ага, 150 миллиграмм. Но таблетка не делится. Не знаю, как ей дать на ночь. Дать целую таблетку. Лена кричит много, но думаю, взрослый человек лежит, чего много, целая таблетка. Вообще-то эуфилин назначает таблетку утром, таблетку вечером. Для легкости дыхания. Чтоб не душила, так вот кашелька к мне уже здесь вот чешется. Это самое. И хочу ей на ночь дать таблетку от кашля. Может быть, ей легче будет уснуть. Я вчера ушла в полдвенадцатого, она еще не спала. Она кашляла. Она кашляла сквозь сон. Из-за кашля в нее вчера и сопли пошли. Короче, девочки, буду маман лечить самолечением. Сейчас взяла пульсоксиметр из дому. Бегала же домой. Взяла из дому пульсоксиметр. Доктор нацепила ей на палец. Пульсоксиметр показал девяносто восемь. Хороший показал ей кислород. Ну, было бы у нее воспаление легких. Было бы ей плохо. Пульсоксиметр показал бы девяносто два или девяносто четыре. Но я думаю так. Ну, короче, какая бы доктор не была, но она прослушала сегодня. Она сказала, что легких хрипов нет. Ну, у нее вот здесь вот сипит. Так что, девочки, вот так. Отчиталась вам. Сбегала домой за таблетками. Дам ей на ночь эуфилин. Не помрет же она от таблетки эуфилина. Правильно? Оно только облегчит дыхание. Эуфилин. После эуфилина идет теуфилин. Потом идет теофидрин. Самые крепкие. Так что эуфилин есть. Но у нас есть еще и теуфилин. Но тот, ох, сильный препарат. От того такое сердцебиение. Даже у меня было теуфилин. Так что дам ей таблеточку эуфилина. А сейчас на ночь, после картошечки, когда покушаем. И дам таблеточку от кашля. Просто таблеточка от кашля. Ну и дам ее, ее сонную таблетку запеклом. Ой, не знаю, не знаю. Короче, все, отчиталась вам о своих болячках. Одни болячки. Вот. Варится картошечка там он. Уже бурдолит картошечка. Есть полкотлетки. Можно было с дома взять мне котлету. Но я как-то не подумала. Ну, полкотлетки ей хватит. Она съест картошечки, полкотлетки и с кефирчиком детским попьет. Ей вот так достаточно. Так что так, девочки, я отчиталась. Заболела моя мама. Ну, как заболела? Простыть же она не могла. Это все вирусная инфекция. Болела Лена. Я из больницы пришла, заболела Лена сразу. Но я из больницы пришла, еще 4 дня дома было. А Лена в это время уже заболела. То есть, наверное, заболела я. Инфекцию принесла капельную сюда. Заболела Лена. Потом вот заболела баба. Я рассуждаю так. Мне в самой вот здесь что-то щекотит. Два дня не было кашля. Сейчас опять защекотала. Все, мои хорошие. Мне страшно читать ваши комментарии. Я вас боюсь уже. Девчонки, я вас боюсь. Там я так глазами пробежала мельком. Мне некогда отвечать пока. Девочки, пока некогда отвечать вам на комментарии. Там 50 на 50 разделились. И все-таки, мои хорошие, существует дружба. Просто чисто символическая дружба существует. Между мужчиной и женщиной. Мужчина может любить другую женщину. Спать с ней. А с тобой он будет дружить. И кто-то мне там написал, почему же Надя любила вашего... Дружила и любила. Так это естественное явление. У нее в душе к нему была любовь. Но они дружили. Они просто дружили. Надя это была близка со мной в разговорах. Она ко мне заходила домой. Приходила. Она все рассказывала. Так что, девочки, вы разделились на два лагеря. На два лагеря. Кто верит в мужскую и женскую дружбу, а кто нет. Все, мои хорошие. Она болтала вам на шесть минут, а бы чего. А бы чего. Вы знаете, сейчас шла домой, у нас уже потемнело. Вот идешь, и вот в городе другая жизнь. Молодежь на велосипедах ездит. На этих самокатах, вот эти вот, которые стоят по программе, включаются. Совсем другая жизнь в городе. А я тут сижу, только знаю. То борщик варю, то картошечку варю, то таблеточки даю. Я нахожусь в местах лишения свободы. А в городе все кипит. Все горит. Движуха в городе. Все, мои хорошие. Люблю вас всех. Хоть вы и против меня идете. Я бы позвали там меня и каша в голове. У меня каши в голове нету. Вот я Юру Шатунова, Шатунова певца, люблю по сей день. Мне, если вон в интернете попадаются его детские выступления, когда он еще был в восьмом классе, выступал. Я его съедаю глазами. Я его съедаю глазами. Это же моя молодость, девочки. Можно любить и артиста. Можно влюбиться в артиста. А сколько Юру Шатунова любит людей. На сцену он залазили, плакали. Ливчики бросали на сцену. С ума сходили по нем. Это называется любовь. Все, давайте, пока. Доброй ночи, доброй ночи, мои хорошие. Доброй ночи. Я только зашла домой. Сейчас 23.30. Уложила ее спать. Уложила ее спать. Дала ей целлофановый мешок, потому что сегодня она почему-то утром у Лены вырвала. Без кашля. Лена пришла. В 9 часов покормила ее овсяной кашей. На молочке чуть-чуть водичкой, трошки молочка. Овсяной кашей покормила, а потом попоила ее чаем. Но она режет булочку такими квадратиками. И на каждый квадратик булочки она ложит маслице. Если нет шоколадного, она ложит белое. Вчера было шоколадное масло. Я купила свежее. И она почему-то в 9 позавтракала, а в 9.40 вырвала. И она весь день боится вырвать. Я покормила ее ужином. Она говорит, дай мне пакет. Я говорю, да не вырвешь ты. Стала ложить спать, дай пакет. Я ей дала пакет. Мне уходить домой она дремит и шуршит этим пакетом. Я уже со злости подхожу. Я говорю, что ты этот пакет трогаешь? Она говорит, мне тошнит. Я включила свет. Подошла к ней. Вижу, она сонна. Она спит в бреду. И этот пакет шурманит у руках. Не знаю, я ушла. Она с этим пакетом так и осталась спать. Рвать ей нечем. Поела на 8.15. В 20.15 поела на картошку. А в 11 часов ей рвать нечем. Может ее и подташнивает. Я записку написала, чтобы завтра Лена у доктора спросила. Я-то вызову завтра доктора. Чтобы Лена спросила у доктора, почему такая тошнота. Может при этом вирусе такая тошнота у нее. Вот. Так что завтра я вызову у врача. Вот чего-то жена вырвала утром сегодня. И завтрак нормально. Овсяная кашка и булочка с маслицем и чаем. Все. Обычный завтрак. Не знаю, ушла, душа болит. Но она спит. Она спит в бреду в таком вот. Некрепко она спит. Ну, завтра Лена, половина восьмого уже будет у нее. Лена приходит, она еще спит. Она может не спит где-то какой-то период с четырех до шести. Вот так вот. Или с пяти до шести. А потом уже, когда к приходу Лены, она спит. Лена приходит, говорит, она спит. Вот. Пока она ходит туда-сюда, переодевается, чай греет. Она уже просынается тогда. Что-то хотела вам сказать. Что-то хотела вам сказать. Дерет здесь у горли. Штикотит. Не дерет и штикотит. А, когда я лежала первый раз с воспалением легких. У меня был коронавирус. Это был январь месяц, да? Когда мы выписывались, вся палата выписывалась. Мы так бухали, все кашляли. И врач сказала, придете домой, еще будете от месяца до трех кашлять. Но я пришла домой, мне как-то кашель быстро прекратился. Этот раз было воспаление легких. Но этот раз тоже была корона, девочки. Знаю я, потому что все суставы воспалились. Все. Этот раз тоже была корона. У меня я не кашлянула. Я пришла с больницы, я не кашлянула. У меня только начался кашель. Вот через неделю, как вы и писали, через неделю начинается кашель. Так вы видите, как организм реагирует. Первый раз у меня быстро прекратился кашель. Хотя я в больнице бэхала вместе со всеми. Все так кашляли, аж стены дрожали. А этот раз я полежала с воспалением легких. И мне даже без кашля, без насморка пришла домой. И дома начался кашель. И вот, понимаете как? День кашляю, два нет. Два дня не было кашля. Вот сегодня опять. Может, потому что я на мамку насмотрелась, что она кашляет. Вот щекодит вот здесь вот, вот здесь вот. Такое расстояние щекодит и все. Так что от кашля очень трудно избавиться. Девочки, показать вам нечего. Только мои сплошные разговоры, разговоры, разговоры. Но ничего, ничего. Голова грязная. Некогда не помыть голову. Так под душем споласкиваюсь, а голову не мою. Ой, не знаю, чем завтра заняться. Не знаю, может быть завтра окно протру. О, живу в квартире, в малосемейке. Два окна. Одно на кухне, одно в комнате. А если бы у меня была трехкомнатная квартира? А если бы было еще как два балкона? Это сколько окон помыть надо? Ужас. Ужас. Все, мои хорошие. Буду закругляться. Выложу вам это видео с болячками. Так я заглавлю. Видео с болячками. Ой, такие ямки под глазами. Утром нету. Утром просынаюсь свежачок. А к вечеру вот такие уже ямки. Ладно. Завтра будет день, будет пища. Может, что-нибудь я вам покажу. Сейчас хочу посмотреть своего блогера Мансура. Там он что-то выложил про Людмилу. Про Сергея выложил. Так что сейчас буду своего любимого Мансурчика смотреть. С Казахстана. Хороший парнишка, кто там его и не любит. Очень хороший. Он собирается этому Сергею сделать операцию на глаза. Делает стримы. Люди деньги собирают. Интересный блогер. Все, девчонки, спокойной вам ночи. Приятных вам снов, мальчишкам тоже. Завтра, дай бог, все будет хорошо. Проснемся и будем общаться. Комментарии еще ваши не читала. Просто боюсь. Не отвечала на комментарии. Вернее, как глазами пробежалась у мамки, так и все. Может, лягу, так, отвечу вам на комментарии. Отвечу, девочки. Вы мне там заклевали. Все, давайте. Пока-пока. Спокойной ночи. Продолжение следует.